Приветствую! В этом видео разберем, как сделать бетонную парковку для автомобиля на даче. С вами главный инженер Виталий, компания Землячист. Рассказывать о данных работах мы будем на примере парковки у нашего заказчика. Из чего же нам следует начать наши работы? С разметки? Нет. С работы? Тоже нет. В первую очередь выбирается инженерное решение. В случае нашей компании на объект приезжает заранее инженер-замерщик, производит замер и очень подробно узнает всю информацию о режиме эксплуатации парковки. Что имеется в виду? В первую очередь ее нагрузка. Например, хороший внедорожник давит на самом деле на поверхность ничуть не меньше, чем грузовой ЗИЛ. Так уж вышло, что пятно контакта его автомобиля и давление на квадратный сантиметр поверхности примерно равно небольшому грузовому автомобилю. Поэтому мы подробно узнаем о режиме эксплуатации парковки, чтобы рассчитать нагрузку и выбрать правильное проектное решение. Помимо самой нагрузки определяемся, конечно же, с размерами парковки, с габаритами. Какие будут машины, сколько их будет, как нужно будет маневрировать. Надо учитывать радиус поворота автомобиля. Ну, возьмем, например, парковочное место узенькое. Вроде бы машина 4,5 метра на 2,5. Но на такой парковке, кроме самой машины, больше ничего не влезет. А это значит, что нужно учитывать расстояние вокруг нее. Обычно для одного автомобиля у нас размер парковки составляет 5 на 7 метров, чтобы ее можно было обойти вокруг, с сумками, чтобы можно было что-то поставить. Также нужно учитывать зонирование пространства в будущем. Например, наша парковка, возможно, потом будет зонирована при помощи живых изгородей. Так сказать, отделить автомобиль от всего остального. И размер парковки должен учитывать эти будущие живые изгороди. Куда мы будем зимой чистить снег, не заваливаясь живые изгороди. И в то же время на них нужно оставить место в габаритах. Кладка была на бумаге, но не забываем и про овраги. Обязательно учитываем существующий рельеф, чтобы парковка условно не повисла в воздухе. Где-то нужно сделать насыпь, чтобы парковка легла хорошо. Где-то, наоборот, нужно выбрать больше грунта, чем хотелось бы. Сама парковка выполняется с уклонами от одного, ну, максимум до трех процентов. Это делается для того, чтобы на ней было комфортно перемещаться, парковать автомобиль. А самое главное, бывают различные транспортные средства, прицепы, квадроциклы и еще что-либо, не оборудованное автоматическими тормозными системами. И для безопасной эксплуатации этих транспортных средств желательно все-таки, чтобы уклоны были небольшими. Но они должны быть для стока воды. И в зависимости от положения дороги нужно учитывать эти уклоны следующим образом. Например, вот здесь. Дорога находится выше парковки, и вниз у нас пошли уклоны. Мы между парковочной зоной и между въездом сделаем обязательно лоток, чтобы он перехватывал эту грязную дождевую воду. Есть более идеальный случай, когда парковка находится выше дороги, и тогда мы разуклонкой раздаем всю эту влагу обратно, и, соответственно, снег, грязь, вода, дождь, все это не попадает с дороги на наш участок. Как результат сбора всех данных, мы имеем инженерное проектное решение, в котором указаны габариты нашей парковки, так называемый пирог, основание. Сколько там должно быть песка, какая толщина и фракция щебня, какие слои геотекстиля и где должны быть расположены. Толщина железобетона, его армирование и мощение сверху декоративное, если это необходимо. Также иногда мы сопровождаем наши парковки вертикальным проектом с указанием разуклонки, куда должна потечь водичка, в какие лотки она должна попасть. И если парковка достаточно высоко или, наоборот, очень-очень низко, то это могут быть даже армированные откосы или подпорные стены вокруг парковки. Мы хорошо подготовились. Начинаем! Делаем разметку парковки. В нашем случае она будет 6 на 6 метров. Но корыто в грунте мы выкопаем примерно на полметра пошире и подлиньше, чтобы можно было удобно работать с опалубкой на уровне земли. Еще маленький секретик. Мы выносим в вертикальной отметке ее чистовую высоту, которая будет уже финишная. Сразу же тоже на эти шнурки. Это позволяет нам отступать глубину пирога и выкапывать корыто точно, не делая лишней работы и таким образом экономя средства заказчика. Разработку грунта выполняем механизированно или вручную. Вот в нашем случае выполняем ее вручную. Грунт из-под парковок, он обычно находится между дорогой и домом. Грунт так себе бывает замусоренный, бывает слишком много глины. Я рекомендую его вывозить. При вывозе или перемещении грунта следует учитывать коэффициент его разрыхления. Это примерно 30%. То есть, накопав в корыте 10 кубов земли, к вывозу будет 13 кубов земли. Это нужно учитывать. Раскрою один маленький секрет. Помимо функции передачи нагрузки, основание нашей парковки имеет еще и отличную запасную функцию дренирования. И очень часто на въездах на наш участок в поселках есть канавы. Так вот, можно сделать дно корыта таким образом, чтобы наше основание сбрасывало воду из своего щебня по дну этого корыта прямо в канаву. Отличный лайфхак, не правда ли? С корытом мы разобрались. Далее мы насыпаем слой песка и слой щебня. Вообще, эти слои мы делаем разные. Они у нас бывают от 35 до 60 сантиметров. В зависимости от грунта, пирога, назначения и всего остального. Зачем мы это делаем? Дело в том, что земля, она неоднородна по своему составу. Где-то более жирная земля, где-то более сухая, где-то песочек, где-то даже торф может попадаться. Но в целом, сама земля очень неоднородна. Да, там где-то старые корешки. И чтобы эту неоднородность компенсировать, мы изымаем непредсказуемый неоднородный грунт и заполняем основание предсказуемой однородной массой. Компенсировали эту неоднородность. И на самое дно корыта мы укладываем геоткань. Зачем нужна геоткань в строительстве? Многие считают для того, чтобы не прорастали корни растений. Но на самом деле это не так. В СНИПах, ну в том же номер 250, например, написано, что геоткань, она нужна для армирования грунтового основания и любого другого основания. И для разделения строительных слоев. Это ее основное назначение. Перейдем к самим слоям основания. У нас 15 сантиметров пицка и 15 сантиметров щебня. Эти слои по своей толщине могут быть разные в зависимости от условий и нагрузок. Но для легковой парковки в Подмосковье, на суглинках, на умеренных грунтах это хорошее оптимальное сочетание по надежности, по прочности и по экономичности. Песок 15 сантиметров. Он передает нашу нагрузку дальше на основание, на грунт и делает его более однородным, равномерным. Песок берем карьерный. Желательно на речной не брать. Карьерный по своим свойствам лучше подходит для основания. Щебень берем по возможности двух фракций. Крупный фракции 20-40 и помельче фракции 5-20. И раскаленцовываем в крупный щебень мелкий. Если нет возможности, вот как у нас здесь очень маленькие объемы и возить по чуть-чуть невыгодно, то допускается сделать основание из более крупной фракции. В нашем случае это щебень 20-40. Щебень стараемся брать именно щебень, не гравий. Гравий, он круглый камушек, он уже природой закруглен. И это основание будет очень плохо держать нагрузку, так плохо трамбуется и раскаленцовывается друг в дружку. Поэтому если это гравийный щебень, то обязательно щебень. Если это гранитный щебень, то тоже обязательно щебень, ни в коем случае не гравий. Иногда между нашими слоями может быть еще дополнительные слои геоткани. Это нужно для армирования. То есть, если, например, парковку мы поднимаем выше-выше-выше, то через каждые 15 сантиметров слоя мы укладываем еще геоткань для армирования и увеличения несущей способности этого основания. Но в нашем случае это не пригодилось. Далее, наконец, мы переходим к опалубке. Опалубка выставляется по разметке заранее. Тут надо понимать, что вот как будет выставлена опалубка, так и зальется бетонная плита. Поэтому это прям вот чистовые, точные отметки. И выставлять их нужно, ну, если нет нивелира под рукой, то хотя бы при помощи лазерного уровня, чтобы это было точно и достаточно хорошо и качественно. Многие недооценивают опалубку, особенно в плитах, в основаниях. Кажется, что землей я сейчас доску прижму, и все будет держаться. Нет. Доску нужно брать потолще, 40-50 миллиметров, как я говорил. Колышки ставить почаще, хотя бы сантиметров через 70. И если плита возвышается над уровнем земли, то нужно не экономить, а делать еще дополнительные распорки. Потому что во время вибрирования бетона сила, которая давит на опалубку, она еще больше увеличивается. И часто во время вибрирования опалубка разъезжается, и бетон утекает. Все, конструкция идет у нас, скажем так, в утиль. Поэтому опалубка вроде такая мелочь, кажется, но недооценивать ее не стоит. Наш любимый основополагающий документ здесь – это СП номер 70. Можете загуглить. Это все, что касается железобетонных конструкций, а точнее производства работ по ним. Так вот, там говорится, что опалубка должна обеспечить железобетонной конструкции проектное положение на всех стадиях строительства. То есть на сборке опалубки, на бетонировании, потом на разопалубливании конструкции. И мы придерживаемся этого правила. С опалубкой мы разобрались. Дальше расскажу о маленькой хитрости. Вот когда мы опалубку собрали, мы укладываем полиэтиленовую пленку на щебень. Ну, то есть между будущим железобетоном и основанием. Во время бетонирования это позволяет не утекать цементному молочку туда, в щебень, вниз, и выдерживать марку бетона на отлично. Дешевое мероприятие, простое. В то же время качество бетона повышает очень сильно. Ну что же, с этим разобрались. Теперь едем к армированию. Это целый предмет, это целый вопрос для споров в интернете, как правильно, как неправильно. Итак, в зависимости от нагрузки, от основания и от задачи, армирование может быть разным, и его определяет конструктор. Не как у соседа, а как все-таки показывают расчеты. В нашем случае в средней полосе для легковой парковки достаточно армирования из арматуры диаметром 10 мм, рифленой, а третий, с шагом ячейки 200 на 200 мм. Важно здесь не просто, какую арматуру мы применяем, а куда мы ее размещаем в толще плиты. У нас плита 15, и вот наша задача разместить армирование как можно ниже. Но здесь нельзя его класть на самое дно, и вообще нельзя, чтобы арматура где-то вылезала и упиралась в опалубку, так как есть такое понятие в нашем любимом SP-70, как защитный слой. Так вот, защитный слой, он от 2 до 4 см должен быть, то есть наша арматура. Не доходит до опалубки, до низа, ну или до верха, когда нужно, от 2 до 4 см. Бетон ее закрывает, не дает ей ржаветь, и арматура на протяжении там 50-80 лет чувствует себя в бетоне отлично и хорошо. Если защитный слой нарушен, арматура гниет, и плита разрушается, так как армирование это, ну, скелет, это самая основная несущая конструкция, собственно, в железобетоне. Так вот, вернемся к размещению. Дело в том, что бетон отлично работает на сжатие, но очень плохо работает на растяжении, он легко трескается. Вот представим, шоколадка когда ломается, шоколадка ломается в первую очередь снизу. И мы должны в ту часть, где наибольшее напряжение на растяжение, да, мы должны разместить эту арматуру. Когда машина наезжает своим колесом, она проламывает нашу шоколадку вниз, а там внизу работает наша арматура на растяжении, и не дает шоколадке сломаться, нашей бетонной шоколадке. Таким образом мы ставим трехсантиметровые стульчики обычно на основание И на эти стульчики размещаем армирование Оно с одной стороны защищено защитным слоем С другой стороны максимально эффективно работает на растяжение Вот многие мастера как раз об этом не знают И размещают арматуру в середине плиты или даже в верхней ее части Что является серьезной строительной ошибкой Итак, армирование мы сделали, опалубку поставили В этот момент обычно у нас приезжает наш внутренний технический надзор Он проверяет геометрию опалубки еще раз на всякий случай Мало ли вдруг куда-то ушло, солнце выкрутило доску Или кто-то наступил слишком сильно на колышек какой-нибудь тачкой с песком И продавил ее Настройки всякие, разные бывают Поэтому еще раз проверяем обязательную геометрию опалубки перед заливкой бетона Также наш внутренний технический надзор смотрит на армирование Правильно ли оно связано Правильно ли выполнены нахлесты Защитный слой арматуры Правильно ли выставлены стульчики Нахлесты это очень важный параметр в армировании Проверять его очень просто В среднем это 35-40 диаметров арматуры То есть в нашем случае, если диаметр арматуры 10 мм умножаем на 40 Значит перехлест арматуры должен быть 40 см Очень просто Проверив все эти данные Мы допускаем, разрешаем принятие бетона Принимаем бетон обязательно заводской Он должен приезжать в автобетоносмесители Причем дорога должна занимать час-полтора с завода, не больше И в принципе, если вдруг по каким-то пробкам или другим форс-мажорам Бетон у вас вертится в бетономешалке более трех часов Я рекомендую отправлять его обратно на завод Потому что приедет на объект уже не бетон Принимаем бетон В зависимости от условий и размеров парковки То есть вот в нашем случае небольшая парковка Автобетоносмеситель подъехал И из лотка отдал бетон прямо в опалубку Там мы его разравниваем Обязательно вибрируем Для того, чтобы из бетона ушли всевозможные пустоты И после этого заглаживаем гладилками Если планируется какая-то отделка сверху Облицовка плиткой тротуарной, гранитом, еще чем-то То заглаживаем один раз Без каких-то особых стараний Так как потом все равно все это будет сделано красиво Если же у нас парковка будет в бетоне И бетон это финишный материал Тогда заглаживаем несколько раз Выглаживаем бетон Мы специальными гладилками Обычно в перекрестных направлениях Помимо того, что мы придаем Отличный, ровный, красивый вид поверхности бетона Мы еще и сталкиваем с нее лишнюю влагу молочко Это такая маленькая хитрость Чтобы потом верхний слой Несколько миллиметров не отслоились Потому что если этого не сделать То очень часто мы видим, как верхний слой Отслаивается и открывается уже Ну такая некрасивая картинка бетонной парковки Заливать, принимать бетон Нужно стараться одним разом, единовременно Если вдруг по каким-то причинам не получается То нужно устраивать холодные швы Они же заодно будут потом и демпферными швами Для гуляния бетонных плит Для больших объемов я рекомендую использовать Автобетононасос Для подачи бетона по строительной площадке В нужном количестве, в нужное место Это значительно сокращает расходы по времени И расходы труда Удельно на кубатуру Ну скажем так, кубов от 15-ти От 20-ти Уже можно, в принципе, заказывать бетононасос При таких объемах И это будет удобно и достаточно экономично Многие забывают о очень важном моменте Залили бетон и убежали с объекта На самом деле за ним нужно ухаживать И даже наш SP-70 предусматривает Обязательный уход за бетоном Зачем это нужно? Дело в том, что во время застывания Созревания бетона Если влага из него будет испаряться слишком быстро Будут образовываться усадочные трещины Поэтому мероприятие предусматривает укладку Мокрой геоткани с ее последующим увлажнением Влажные опилки Там пленка с поливанием водой Но все это не очень удобно Потому что нужно ставить дежурного Который будет следить за этим В течение нескольких дней Мы используем специальный дисперсный состав Наши ноу-хау Покрываем им поверхность бетона Уезжаем с объекта И через 3-4 дня Все готово Ну вот, наконец, на 4-5 сутки Мы приезжаем обратно на нашу парковку За это время наш бетон набрал Примерно 60% прочности И мы можем снимать с него опалубку Прочность бетона набирает неравномерно Нельзя сказать, что на такие-то сутки Такой-то бетон набрал столько-то прочности Это зависит от условий От температуры Есть специальные методики Есть приборы, которые определяют прочность бетона Разрушающим методом И разрешающим методом На 28-е сутки В среднем мы обычно определяем Прочность настоящего зрелого бетона Пришло время снимать опалубку Мы ее снимаем В нашем случае На поверхности бетона Есть небольшие разводы Но мы на конкретной парковке Будем ее еще сверху облицовывать гранитом Если бетон финишный материал То заглаживать на стадии бетонирования Нужно более внимательно Перекрестно, крест-накрест Специальными гладилками Чтобы квалитет поверхности Был повыше И тогда наша бетонная парковка Будет смотреться идеально Итак, у нас получилась Отличная готовая парковка Для использования В любом другом случае Мы бы уже приняли ее в работу Сдали заказчику Но здесь заказчик хотел бы Сделать покрытие гранитными плитами Поэтому мы сюда запускаем Своих каменщиков Они сейчас все это красиво уложат А за их результатом Мы подсмотрим чуть-чуть позже Для крепления края покрытия Очень часто применяется Садовый бетонный борт Мы стараемся сейчас Идти в ногу с технологиями Со временем И применять либо пластиковый борт Либо вот такой оцинкованный Посмотрите, как прекрасно Он у нас будет прятаться за поверхностью И при этом удерживать край основания Здесь у нас как будто бы ЦПС Сейчас я подложил туда просто деревяшечку И вот на таком уровне Будет расположена у нас облицовка Работы закончены Парковка готова Так как мы землечист И мы занимаемся благоустройством То мы еще сделали дорожку От парковки вглубь участка Где будет еще строение И провели кабели И установили светильники Теперь все красиво, надежно Можно жить и пользоваться Если вы хотите такую же парковку Либо хотите благоустроить ваш участок Обращайтесь к нам Контакты указаны в описании С вами был Виталий До новых встреч